Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Юрий Рыбак, я звонарь Минского храма в честь иконы Божьей Матери Всехскорбящих Радостей. В декабре 2005 года я получил благословение от настоятеля прихода на поступление в Минскую школу звонарей и окончил ее в 2006 году. Сейчас приближается 30-летие прихода, и мы, звонари прихода, сердечно благодарим настоятеля прихода. И я от своего имени тоже благодарен настоятелю прихода, протеарею Игорю Коростолеву, за то, что Господь меня направил на это послушание. Что для меня приход? Приход для меня, во-первых, это семья, друзья, коллеги, а во-вторых, это мое послушание церковного звонаря. В приходе сложился коллектив звонарей, которым я очень рад, что и моя только участие имеется. Важным является общение не только внутри прихода, но и внутри звонарского сообщества. То есть мы всегда с братьями россиянами обмениваемся полезной информацией по поводу колоколов, новых наборов, старых наборов, звонов. Например, очень много людей, которые занимаются непосредственно звонами и являются ответственными сотрудниками, например, Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. Это Игорь Васильевич Коновалов. Спустя только 16 лет после последнего приезда, их в 2004 году, мне удалось с ними познакомиться поближе, со звонарями Московского Кремля. Общение — это не только евхаристическое общение, причастие, исповедь, молитва, но и обмен опытом. Что для звонаря церковная молитва — это благословение Божие, без которого он не может вообще звонить, без которого нет звона. Не зря говорят, что молитва должна сопровождать звонаря всегда и постоянно. Колокол — это звучащая икона. И поэтому всегда звонарь читает молитву Иисусова и 50-й псалом обязательно во время звона и перед звоном. Для меня звон — это не только часть богослужения, которое происходит в храме, но и услада для души. Не зря говорят, что три вещи — молитва в храме — это молитва Богу. Первая, что молитва перед иконой — это молитва в красках. Вторая — молитва в бронзе. Это икона, это колокола. И третья — это молитва общая. Это церковные люди и церковные прихожане, которые посещают приход. Молитва звуки, молитва в красках и молитва священников. Они составляют единое целое. Прихожанам нашего прихода я бы хотел пожелать, во-первых, смирения перед Богом. И во-вторых, когда звучит колокол, всегда вставайте на молитву. Это значит две вещи. Либо какое-то событие происходит в храме, либо начинается богослужение. Если вы не сможете посещать храм, молитесь дома. Но всегда помните и о нас в звонарях. Всегда поминайте в ваших молитвах тех, кто несет это послушание. Послушание, с одной стороны, оно угодно Богу, но с другой стороны оно и опасное. Любое время года — зима, весна, лето, осень, день, ночь — всегда мы на посту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!